На этом уроке мы разберем библиотеку для симуляции двумерной физики Box2D. Рассмотрим все основные понятия и структуры, с которыми работают физические движки. Посмотрим, какие возможности есть у этой библиотеки. А также применим это знание для создания небольшой игры. Посмотрим, как происходит взаимодействие с графической библиотекой на примере библиотеки SFML и языка C++. Итак, первая часть урока может быть полезной вне зависимости от языка, платформы и так далее. Вторая часть это конкретный пример. Для теоретической части нам потребуется какая-нибудь тестовая площадка, где мы можем экспериментировать, запускать код, смотреть результат. Такая площадка поставляется вместе с библиотекой. Итак, зайдем на официальный сайт, скачаем последнюю версию Box2D. В папочке мы видим исходники, а также Build, уже собранный проект для Visual Studio. Запускаем. Справа видим список. Вот это TestBet, тестовая площадка и есть то, что нам нужно. Startup и запускаем. Мы видим перед собой интерактивную площадку со множеством примеров, демонстрирующих возможности библиотеки. Здесь мы и будем работать, писать свой тестовый код. Итак, два слова о Box2D. Box2D представляет из себя свободный физический движок реального времени. Написан на языке C++ и портирован на множество других языков и платформ. Библиотека очень популярна, используется в таких играх, как Angry Birds, Limbo, Cryon Physics и другие. Box2D работает с твердыми телами. То есть, по сути, это многоугольники и кружки, для которых просчитываются столкновения. Их можно подвергать действию различных сил, таких как гравитация, трение и так далее. По сути, мы просто задаем форму и параметры, массу, упругость и так далее. А все остальное делает Box2D. От нас больше ничего не требуется. Итак, первое, что мы посмотрим, это как создать свой тест, который появится в этом списке и где мы будем экспериментировать. Делается так. Видим справа список файликов. Это коды тех самых примеров с тестовой площадки. Находятся они в папке test.bat.tests. Здесь мы можем создать свой тест. Правой кнопкой, текстовый документ. Называем, например, mytest.h Закинем в проект. Вот. И пишем здесь вот такой код. MyTest наследуется от главного класса test. Вот здесь в конструкторе мы и будем писать наш код. Теперь открываем файл test.entities.cpp, проматываем ниже и зарегистрируем наш файлик. IncludeMyTest.h И здесь MyTest, MyTestCreate. Все. После этого должно запуститься. Черный экран. Наш тест попал в список. Есть. Итак, поехали. Базовый элемент Box 2D это фигуры. Shapes. Как мы сказали, это могут быть прямоугольники, кружки, треугольники и так далее. Из фигур можно создавать разные комбинации и получать тела. Тело, body, это главный элемент, с которым мы будем работать. Тело может состоять из одной фигуры тоже. Итак, первое, что мы должны сделать, создать фигуру. b2PolygonShape, shape, создадим его в виде квадратика, размер 1х1. Следующий шаг, создаем определение тела. Это просто переменная, в которой мы задаем свойства нашего тела. Начальная позиция, угол, масса и так далее. Пока оставим по умолчанию. И, собственно, создаем тело по этим параметрам. mWorld, createBody, и в скобочках наша переменная. Все. И последнее, вот этот shape, прикрепим к нашему body. CreateFiction, shape. Запускаем. Видим результат. Зеленый квадратик. Вот в этой строчке, по сути, происходит сразу два действия. Во-первых, мы создаем тело и закидываем его в переменную world. World это главная переменная box2d. И, во-вторых, чтобы сохранить ссылочку на это тело для дальнейшей работы, мы пишем B2Body, присвоить, и все. Дальше мы можем с body работать. Здесь второй параметр – это плотность. Чем больше, тем тяжелее будет тело. Ок. Создадим еще одно тело. Также создаем определение BodyDef2. Задаем начальную позицию на высоту 20. Тип тела задаем динамический, то есть двигающийся, подчиняющийся гравитации. А по умолчанию бывает статический, то есть не двигающийся. Ну и точно так же создаем тело и прикрепляем к нему shape. Вот динамическое тело. Мы можем его перемещать, оно подчиняется гравитации. А зеленый квадратик статический, его невозможно сдвинуть. Статические тела используются для создания стенок, пола, препятствий и так далее. Еще одно определение тела BodyDef2 создавать не обязательно. Мы можем воспользоваться этим. Исправим здесь. Все точно так же будет работать, потому что при создании тела эта переменная копируется. Так что ее дальше можно изменять и использовать. Точно так же и shape копируется. Поэтому мы можем его по ходу дела изменить. Сделаем здесь размер 2х2. А тут 10. Есть. Создадим теперь еще какие-нибудь фигуры. Например, окружность. Для этого есть тип B2 Circle Shape. Радиус пусть будет 3. И здесь заменим на Circle. Есть. Посмотрим, как создавать вот такой многоугольник. Вводим еще одну переменную. Назовем, например, полигон. Вершины будем хранить в массиве. 5 вершин пусть будет. И задаем координаты каждой вершине. После чего полигон строится по этому массиву. Как правильно задать координаты? Посмотрим на примере. Многоугольник обязательно должен быть выпуклым. То есть, вот так нельзя, чтобы было. Все вершины наружу. Перечислять вершины нужно против часовой стрелки. Начинаем с 7-2, потом 5-8 и так далее. И здесь поставим наш полигон. Есть. Как мы сказали, тела могут состоять из нескольких фигур. Как прикрепить еще фигуру к телу? Просто дальше пишем Body2, CreateFixure, Circle. Есть. Еще прикрепим квадратик. Понятно. Но сейчас они все прикрепляются к центру. Как сдвинуть их куда нам нужно? Здесь можно следующим параметром указать сдвиг относительно центра тела. И последний параметр – угол поворота. Ноль пускай будет без поворота. Вот, сдвинулся. Также кружок. Указываем позицию. 15 по иксу. Как видим, фигуры в теле могут не касаться друг друга. Тем не менее, это единое тело. Понятно. Поехали дальше. Уберем это. Посмотрим, какие параметры можно задавать телу. Создадим квадратик. Размером 1 на 1. И прикрепим к телу. Как мы сказали, у фигурок бывают свойства. Упругость, вес, трение и так далее. Посмотрим, как их можно задать. Для этого есть специальный тип – fixture-def. Фикстер переводится как каркас. Ну, то есть, нашей фигурки, которая составляет тело. F-def назовем. Во всплывающем окошке видим свойства, которые можно задавать. Первый из них – density – плотность. Мы его задавали раньше вторым параметром в CreateFixure. Ставим 1. Следующее свойство посмотрим. Resetition – упругость. 0,5 поставим. Дальше самое главное – для какой фигуры задаем эти свойства. Указываем наш бокс. Ну и здесь уже пишем нашу переменную. Видим, что квадратик отскакивает как резиновый. Это потому, что мы поставили Resetition – упругость 0,5. Для демонстрации других свойств создадим 3 квадратика в цикле. Начальные позиции – i умножить на 10 – 10. Это забираем сюда. И в фигще тоже. Окей. Теперь зададим каждому свое значение Resetition. У первого 0 совсем не отскакивает. У этого 0,5. А у него 1. По идее абсолютно упругий удар, но из-за погрешности все же будет затухать. В общем, Resetition от 0 до 1. Посмотрим разную плотность. То есть чем больше, тем тяжелее будет тело. Что мы видим? Вспомним, что в безвоздушном пространстве тела падают с одинаковой скоростью, независимо от массы. Здесь как бы в безвоздушном пространстве находятся боксы. Как же проявляется масса? При столкновении. Тело больше массы будет трудно сдвинуть. А массивное тело легко расталкивает меньших. Есть это. Следующую посмотрим. Friction. Трение. Это понятно. Как быстро тормозит. От 0 до 1. Но нужно помнить, что трутся две поверхности. То есть, если хотим убрать трение совсем, то обеим поверхностям выставляем Friction 0 и квадратику и пол. Поехали дальше. Обратим внимание, что вот здесь создается тело, а на следующей итерации ссылка на него теряется. Что делать, если мы хотим дальше с ними работать? Делаем так. Массив ссылок. И здесь меняем. Вот так. Окей. Теперь воспользуемся этим как-нибудь. Во-первых, сделаем глобальным этот массив. Допустим, хочу в каждый момент выводить на экран скорость первого квадратика. На этой тестовой площадке есть специальная функция Step. Это основной цикл. До этого мы писали в конструкторе. А это функция Update, как бы на каждом шаге. Оставим основные настройки. Здесь выведем на экран в координату 5.30. Hello. Вот. Выведем, к примеру, координаты первого квадратика. Считываем позицию. GetPosition. И такая строчка. Position. x равно. y равно. А здесь pos x, pos y. Есть. Видим, меняются координаты. Точно так же можем скорость посмотреть. GetLinearVelocity. Линейная скорость. Понятно. Сделаем теперь управление с клавиатурой, чтобы при нажатии кнопки квадратик подпрыгивал. Для этого есть функция Keyboard. Три клавиши сделаем. И действия по умолчанию. Итак, существует несколько способов задать тело скорости. Самый простой напрямую. Даем SetVelocity. Вверх 20. Здесь минус 10. 10. Есть. Но такой способ нарушает физические законы. Мы как бы вторгаемся в симуляцию и грубо изменяем параметры. Но этот способ подойдет для какого-нибудь арканоида, где не реальные законы физики, а какие-то игровые правила. Если нужна реалистичная симуляция, то предпочтительно пользоваться другим способом. Apply Impulse. Применение импульса. Импульс это как бы мы битой бьем по телу. В скобочках указываем с какой силой бьем, а также вторым параметром в какую точку на теле. Сделаем по центру. Если ударить по краешку, тело еще и закрутится немножко. Понятно. Направо, налево тоже. Вот. Есть это. Еще один способ придать ускорение телу, это применение силы. Apply Force. В отличие от импульса нашей биты, сила действует как, например, ветер. Он постепенно разгоняет объект и постоянно действует на него. Здесь мы будем включать-выключать ветер, а в функции Step будем применять силу. Она же должна постоянно действовать, поэтому в основном цикле пишем. Apply Force, тоже по центру. Включаем ветер. Вот уносит, выключаем. Понятно. Кстати, с одной силой, которая постоянно действует, мы уже давно знакомы. Это гравитация. Под действием гравитации тело постоянно ускоряется. Понятно. Ровно точно так же Set Velocity, Impulse и силу можно применять для вращения тела, то есть угловой скорости. Они будут называться, соответственно, Set Angular Velocity, Angular Impulse и для силы специальное название Torque. Заодно для демонстрации вращения отключим гравитацию, чтобы не мешало. В конструкторе пишем Set Gravity 0. Понятно. Кстати, как в физике связана импульс и сила? Вот один раз нажимаем импульс. Теперь, чтобы такую же скорость задать с помощью силы, мне надо нажать и ровно через секунду выключить. Есть, та же скорость. Два раза импульс, это две секунды применять силу. И так далее. Понятно. И последняя в стилистической части посмотрим, как соединять тела между собой. Например, вот таким образом. Вот у нас есть два тела, которые мы хотим соединить. Body 1 и Body 2. Создаем B2RevoluteJointDev, круговое соединение, например. Прикрепляем первое тело. Прикрепляем второе. И закидываем в переменную World наше соединение. Есть. По умолчанию они соединяются по центру. Сдвинуть точку сборки можно с помощью R-Joint Local Anchor A для первого тела и B, очевидно, для второго. Как видно, точка соединения может находиться и вне фигур. Помимо Revolute кругового есть еще, например, призматик, призматическое соединение. Вот так оно выглядит. Все, на этом теперь перейдем к подключению графики и созданию игры. Итак, допустим, у нас есть проект с подключенной библиотекой SVML. Как подключить Box2D? Заходим в Project Properties C++ General и после пути к SVML ставим точка запятой потом точка слэш. Также Linker General точка запятой потом точка лип. И в Input пишем в конце Box2D.lib Посмотрим теперь в папочку с проектом. Здесь файлы Box2D, а это наш проект Visual Studio. Первое, копируем исходники библиотеки, первая папка, сюда. Далее создаем папку Lib Проходим в Build Visual Studio После того, как мы запустили тестовую площадку, здесь появилась папочка bin Проходим в нее Debug Копируем файлы библиотеки Все Пишем include Box2D и приступаем к созданию игры Вспомогательные переменные Scale для масштабирования В Box2D счет идет в метрах Для перевода в привычные размеры в пикселях будем использовать Scale и Dec Degree для перевода из радиан в градусы Указываем величину гравитации и создаем нашу главную переменную World Устанавливаем Frame Rate Limit количество кадров в секунду Несколько текстур загружаем из файлов Ставим где надо сглаживание Вот такие текстурки нам понадобятся Создаем спрайт из земли плеера и бокса Устанавливаем нужную позицию в текстуре Set Origin Переносим точку отсчета в центр картинки чтобы удобнее было работать По умолчанию она бывает в левом верхнем углу Так же плеер Позиция Ground 320 по Y Основной цикл События закрытия окна Здесь главный момент Шаг симуляции Box 2D В скоках пишем 1,6 Означает, что за один проход цикла физика будет сдвигаться на 1,6 часть секунды Другие два параметра это насколько точно нужно симулировать По умолчанию так достаточно И отрисовываем на экран Пока только Ground Окей Сейчас надо сказать Box 2D что здесь у нас будет прямоугольник Статическое тело Вот здесь будем писать код для Box 2D Polygon Shape Ground Размеры ширина 2000 Высота 10 пикселей Как мы сказали Box 2D считает в метрах поэтому делим на Scale Определение тела Центр в точке 400-490 Создаем тело И прикрепляем Shape Готово Для удобства закинем этот код в отдельную функцию Назовем ее SetWall Которая принимает центр прямоугольника Ширину и высоту Используем SetWall Сразу еще поставим стеночки Вот этих ребят мы сейчас поставили Важно помнить что когда мы создаем прямоугольник Мы задаем его центр И вот эти расстояния То есть половина ширины и высоты То есть если мы создаем тело 3х3 метра например То функцию SetSbox Кладем 1.5х1.5 Понятно Ну собственно создадим динамическое тело И посмотрим как прикрепить к нему спрайт Polygon Shape Shape SetSbox 30х30 Таким образом размер ящика 60х60 пикселей Внос BodyDefType DynamicBody Позиция CreateFiction Делаем потяжелее 2 поставим И SetUserDataBox Чтобы мы могли идентифицировать этот объект Далее где отрисовка Запускаем цикл по всем объектам Box2D Итератор пробегает по всем телам Пишем если тело является нашим боксом То считываем его позицию Угол Устанавливаем спрайту эти параметры Вот здесь на дек умножаем для перевода в градусы И отрисовываем на экран Запуск Есть Сразу можно несколько ящиков дать Понятно Теперь создадим персонажа Такой же код Устанавливаем позицию Shape у нас Circle Radius 16 пикселей UserData Player В отрисовке точно такой же код Только Splayer везде Есть Теперь добавим управление персонажем Вот такой код Считываем скорость и угловую скорость Ставим ограничение 20 И при нажатии Right Придаем ускорение по X 40 Left Минус 40 И Up Минус 1200 по Y Но сейчас мы будем подпрыгивать в воздухе тоже Нам надо сделать проверку на OnGround Есть несколько способов в Box2D проверить это Мы используем следующий Считываем позицию персонажа Находим точку прямо под ним То есть радиус 16 пикселей Поэтому прямо под кружком будет Y плюс 17 Дальше проходимся в цикле по всем телам Также для каждого тела проходимся по всем прикрепленным к нему фигуркам И если наша точка попала внутрь То OnGround True Для проверки принадлежности точки есть функция TestPoint Окей, запускаем Замечательно Также можно добавить вращение нашего плеера С ограничением угловой скорости Хорошо То есть если мы хотим добавить элемент в игру Какая схема? Скажем, добавляем этот валун Первое создаем спрайт SetOrigin по центру Пишем его код Box2D Отрисовываем Все Все на этом Спасибо за внимание Удачи в учебе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!